Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий и сегодня у нас новая игра Джокер на канале, которая появляется внезапно. Я ее выбираю методом, как я уже говорил, случайной жеребьевки. У меня есть список игр, которые я пометил интересными, в которые хотел когда-то поиграть, когда будет время. И потом вкрутится барабан, как у Якубовича, и выбираем мы с вами одну из этих игр, которая собственно и появляется в нашем канале прямо сейчас. Игра выпала под названием Граф Луконор. Что в ней меня привлекло, я уже не помню, честно говоря. Но если я ее пометил интересной, значит мне ее нужно обязательно сыграть. Давайте нажимаем новая игра. И мы сразу же переносимся в атмосферу этого хоррора. Давным-давно жил-был бедный мальчик по имени Ганс. Вот собственно и он. Ганс жил в печали, он хотел стать взрослым. Обычное желание ребенка быстрее повзрослеть. Жилось ему довольно весело, я вижу. Хотел путешествовать далеко-далеко, искать сокровища и бывать в роскошных замках. Ну и его отец отправился на войну и Ганс остался помогать матери по дому. А это его мать. Но сегодня Ганс был по-настоящему счастлив. Ведь ему исполнилось целых 10 лет. Ну пока что ничего не предвещает беды. А вот наш Ганс. Мам, я вернулся, ты знаешь какой сегодня день? День рождения, наверное, у тебя, да? А что мне делать? Конечно же, знаешь, сегодня тебе исполнилось 10 лет с днем рождения, Ганс. Ура! Ты купила мне подарок, быть может игрушку. Ганс, милый, ты же знаешь, что у нас почти нет денег с тех пор, как твой отец ушел на войну. Чуть не нажимается. Ну мама, это ведь мой день рождения. У нас есть какие-нибудь сладости? Прости, но ничего такого у нас нет. Давай, помоги мне накрыть на стол. Хм, хороший день рождения. Сказал Ганс и подумал про себя. Ну хватит, хватит всем детям в деревне дарить подарки и сладости на их дни рождения. В их честь даже припиры устраивают. Ганс, меня достал этот дом. Меня достало отсутствие игрушек. Меня достало то, что я беден, как церковная мышь. Теперь я понимаю, почему отец не возвращается назад. Мама решила промолчать. Ты куда? Я ухожу, мне исполнилось 10, теперь я взрослый. Ганс, прошу. Я отправляюсь на поиски счастья, никогда не вернусь. Я стану путешественником, или даже лучше, стану принцем в замке. Прощай. Может быть, даже графом он хочет стать. Ну что, пес, пойдешь со мной? Ганс, постой, ты правда уходишь? Ты слишком маленький, пусть тебе и кажется, что ты уже взрослый, но тебе всего 10, к тому же жить. Одному очень трудно, а в лесу тебя и вовсе может настигнуть опасность. Плевать, я ведь силен и много раз бывал один в лесу. Если ты и правда уходишь на посыдок, позволь мне помочь тебе, у меня для тебя кое-что есть. Мне не нужна твоя помощь. Это трость твоего папы, твоего дедушки. Она очень много для меня значит. Уверена, она пригодится тебе в пути. Вы взяли трость. Я, я... А, а это все деньги, что у нас остались. Возьми их и трать с умом. Вы взяли три золотых монет. И напоследок, держи остатки нашей еды. Не съедай все сразу. Вы взяли кусок сыра. Это все. Больше у меня для тебя ничего нет. Ганс, прошу тебя, не сходи с дороги. Будь хорошим мальчиком и помню, я буду здесь ждать твоего возвращения. Нормально, вынесли деньги. Весь хавчик. Чтобы взаимодействовать с предметами, я должен подойти к ним и нажать букву Е. Хорошо. Кто у нас тут предмет? Ты предмет? Нет, мы все равно попробуем. Я больше не могу играть с тобой, плевок. Хорошее имя. Я отправляюсь на приключения, подобно отцу. Скорее всего, вернусь я не скоро. Эй, а где, где косточка? Она должна быть где-то поблизости. Тебе надо косточку найти, да? А, вон она лежит. Отличная пиксельная косточка. А что? Подожди, как же вз... А, букву Е. Косточка плевка. Вы взяли кость. Хорошо. Теперь надо отнести это плевку. А я могу бегать. Нет? Ладно, узнаем. Похоже, он хочет свою косточку. Чтобы дать ему косточку, я должен открыть свой инвентарь при помощи буквы И. И взять ее в руки. К слову, я могу быстро менять вещи при помощи кнопки Т. И Ю. Сюда надо еще добраться. А вдруг за мной будет гнаться. Ладно, Т, Ю. Вот так можно, да? Ну, вот она, пожалуйста. Давайте еще инвентарь посмотрим, как он выглядит. Подожди, это... А можно это выключить? Нет, подожди, загрузить. Где сохранение? Не знаю. Хорошо. Ну, инвентарь покажите. А можно и так ведь мышкой. Итак, мне дали сыр. Кусок сыра значительно восстанавливает здоровье. Мне дали деньги. И я могу на них что-нибудь купить. Мне дали трость. Деревянная трость моего дедульки. И любимая косточка плевка, которую сейчас ему и отдам. А как ее? Куда положить? Что значит положить? Чтобы дать ему косточку. Так, подождите, я запутался. Подождите. Куда положить? Надо взять. О. А теперь дать. Во. Вот плевок, держи свою косточку. Вы отдали косточку плевку. А теперь я должен найти. Позабудься о маме и не убегай никуда. Плевок. Похоже, он отвлекся на кость. Пора уходить. Так, рубашка мне не нужна запасная. Потому что мы идем далеко. У нас ждут большие-большие приключения. Поэтому надо взять все, что сможем. А может передумай, мам. Я передумал, мама. Мам, я передумал. Можно я останусь? Я не хочу никуда идти. Так у меня был, по крайней мере, свой дом. Тут я сплю вместе с мамой. Места для других кроватей у нас нет. Да нет, ну это не годится. Надо уходить. Ну как можно? Десять лет и все еще с мамой спит. Уже порой бы кровать было бы построить все-таки. Мам, мне очень жаль, что ты уходишь, сынок. Ты слишком маленький. Так, ты что-то тоже есть? Здесь нет ничего интересного. Лишь хлам. Мы что-нибудь все-таки потащим. Мне уже тошнит от черстого хлеба. Но мало ли. Может он понадобится мне в пути. Нормально. Мы лишили маму последнего куска хлеба. Хороший сынок у нас. Больше здесь ничего нет, сказал Ганс. Больше тут тоже ничего нет. Мам, извини, но по-моему, ты будешь в ближайший месяц голодать. Я забрал сыр, деньги и хлеб, который ты себе оставляла. Так, качеля есть. Можем немного покататься. Почему бы и нет? Что я творю? Теперь, когда я стал старше, я больше не могу кататься на качеле. Так, а это что? Это мои любимые цветы. Я здесь когда-то прятался. Вверху на крыше сидит птица. Достать ее, наверное, не смогу, да? Хотя хотелось бы, можно было попробовать как-нибудь. Какой-то колодец. Я рад, что мне больше не придется таскать воду из этого проклятого колодца. Ну да, пусть мама сама таскает. Какое-то дерево с крестиком. Кажется, я припрятал что-то в дупле дерева. Мы взяли три каштановых ореха. Еще? Пусто. Тут маловато, хотелось больше. Зачем они нам? Восстанавливать немного здоровья. Значительно восстанавливать здоровье. Угу. Угу. А тут больше инвентарь может быть или нет? Ну, это мы скоро узнаем с вами. Все, будем валить отсюда. Что это за цветочек? Цветочек сорвать нельзя. Ну ладно. Пошли искать счастье. Пора становиться графом. Богатым. Все у нас впереди. Вообще-то игра должна быть страшной. Пока что все мило. Весьма. Граб Луконор. Какая же здесь прекрасная атмосфера. Белочка побежала. Поют птички. Ничего не предвещает абсолютно беды. Кролики какие-то, да? Довольно много. Можно было их, конечно, зарезать как-нибудь. Но меча у меня нет. Инвентаря тоже. Я так немножко хожу. Ведь иева там. Чтобы ничего не пропустить. Лес висельника. Название уже пугает, между прочим. Тут какие-то мотельки. А путь влево или вправо? Что-то вверх, влево. Давайте влево попробуем сходить. Куда это он меня ведет? Этот путь ведет к деревне. Но он больно скучный. И уж лучше я буду его приключения искать. Вот вам и пожалуйста. Свобода выбора. Наш главный герой ищет приключения. А тот, кто их ищет, обычно их находит. На свой зад. Вот первое приключение. Бабуля и свинья. Вокруг которой летают мухи. Здравствуйте. Здесь повсюду мухи и свиньи довольно противные. Здравствуй, юноша. Чего ты бродишь здесь один? Лес опасен для детей. Я взрослый, дамочка. Мне уже аж 10 лет. Ну что же, и правда вижу, что ты мужчина. Тогда, возможно, ты сможешь не помочь. Я шла на деревенский рынок, чтобы продать этого свина и заработать немного денег. Но моя тросточка застряла между камней и сломалась. Мне нужна опора. Чтобы идти, не знаю, что буду делать, когда наступит ночь. Ты не мог бы мне помочь дойти? Я мог бы отдать ей трость, которую дала мне мама. Но она сказала, что трость принадлежала моему дедушке. Чтобы отдать трость, я должен достать из моего рюкзака и показать ей. А что-то не хочу ей отдавать. Может, 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 она мне понадобится. Дайте же посмотрю, что вверху. Вон какая-то олень какой-то. Здрасте. Олень сбежал. Ворону. Блин, страшнее и страшнее становится. Смотрите. Что ты орешь-то? Я недолюбливал ворон. Мама говорит, что не приносит несчастья. Ну ладно, давайте покажем ей трость тогда. В чем это? Не люди, что ли? Может, она реально нормальная бабка? Может, что-то подарит? А, вот эта трость. Вот ее трость разваленная валяется. Видите, она поломанная полностью. Здравствуй, бабуль. Держи, дамочка, пожалуйста. Можете воспользоваться этой тростью. Дурак ты, дурак, конечно. Будет дать трость старушке. Ой, большое спасибо. Твоя мама должна гореть с таким прекрасным сыном. Так-то, ну так. Пошевеливайся ты, гребаный тормоз. Шевели булками. Ну что я говорил. Она отпинала свинью. Прощай, сынок. Надеюсь, мы вскоре встретимся. И я смогу облагодарить тебя в ответ. Надо было не... Отдай палку. Палку отдай. Палку, я сказал, отдай мою. Отдай, передумал. Ты сбила свинью только что. О, сундук. О, а как туда попасть? О. Попробуем через низ. Короче, она пошла на рынок. Ну, я думаю, отсюда не ушел бы. Надо было по-любому бабке отдать палку. Хотя, может быть, были и варианты. Вы взяли свечу. Тут записка. После многодневных поисков, я думаю, что наконец добрался до нужного места. Вход должен быть где-то в этой части леса. Подписано ДФ. А, куда ты добрался, ДФ? Здесь что-то есть еще скрытое? Думаю, нет. Хотя он свечу оставил. Может сюда? Нет, сюда нам не попасть. Хотя он нам оставил свечу. А это значит, что здесь что-то реально есть. Так, что мы еще с вами имеем? Ну, ничего особо. Инвентарь. Можем перейти, загрузить душу. И продолжить. Сохранение я пока не вижу. Ну, пошли. Подождите, палка исчезла. И теперь я могу взять свечу. Да. Я так понимаю, у нас ограниченное количество предметов. И расставаясь с одним, мы получаем взамен другой. Хотя я мог свечу взять раньше, чем поговорил с бабкой. Поэтому это надо тщательно... Исследовать. А бегать нельзя, нет? Нет, бегать нельзя. Я недолюбливаю ворону, ну ладно. Ну, пошли. Думаю, куда тогда выйдем. Какая-то ферма. Появляется первый забор. Я думаю, здесь мы тоже кого-нибудь с вами встретим. О, яблоки. Осел. Привет. Здравствуйте, господин осел. Откуда вы пришли? Вы выглядите голодным. Эм, и что? Бедолага выглядит очень голодным. Нет, я понимаю, что его надо накормить. Но что едят ослы? Там он забор сломан. Может он белку пусть ест? Белку попробуй еще догонить. Яблоки он, я думаю, будет рад пожевать. Дядь, яблоки выглядят аппетитно. Если я соберу их, они смогут помочь им остановить силы. Так. Можно и осла. Интересно, куда они добавляются? А, стрелочка появилась. Все, тогда здесь инвентарь. Безграничный. Так, а как же на дерево залезть? Тут еще пять яблок. Не знаю. Сейчас тут еще гульнем. Тут ничего. Ну давайте осла покормим. Может он нам поможет в нашем путешествии. Мы не будем идти пешком. Вполне возможно. Ну что, осел? Значит так, у меня есть... А, нет, я не могу это выбрать. Я могу это взять... А, нет, могу взять. Могу, а что буква-то и... Ну ладно. Держи, господин осел. Съешь яблоко, которое я нашел. Выводы яблока ослу. Он меня любит. Все? Так. Полагаю, он любит яблоки. И? Что, еще одно дать? Ну ладно. Держи. Держи, господин осел. Съешь яблоко, которое я нашел. У меня не осталось больше яблок. У меня жалко, что я носил. Ну все. По-моему, мы лишились яблок. Ну ладно. В принципе, они валялись здесь. Конечно, они нам могли бы пригодиться в нашем путешествии. Ну, мы накормили его. Даже чересчур. Выходим в горы. Вот эта поклятая ворона, которая несет неудачу. Тут весьма ветрено. И еще один... Парень какой-то. Ах, что же со мной будет? Его телега разбилась. Что ты кричишь-то? Эй, вы в порядке? Помоги, умоляю, помоги. Я лишился всего. Всего, что я вез моему господину. Да и... Что? А, даже мой осел сбежал от меня. Что же со мной будет? Я видел осла недалеко отсюда. Он отделался испугом. Мой господин все равно меня накажет. Он даст мне сотню розок за то, что я не привез товары. Возможно, вы могли бы водрузить их на осла и продолжить путь. Вы ведь не ранены? А ты сообразительный мальчуга. Но это мне не поможет. Если я не отдам господину деньги в качестве компенсации за телегу, он меня жестоко накажет. Ты ведь ребенок. Ты ведь не пожалеешь для меня нескольких монеток? Слушайте, здесь сегодня попрошайки. Я мог бы отдать ему деньги, но мама сказала потратить их с умом. Блин, я помог бабке, которая отлупила свинью. А, тут можно пройти. Я помог ослу, отдав ему яблоки. Ну что, отдать деньги? Ну ладно, давайте отдадим. Может, нам это потом учтется в будущей жизни нашей. Я могу дать вам монетку. Я возьму две, благодарю. Слушайте, он две возьмет. Он украл две золотые монеты. Эй, нет, я хотел дать вам всего одну. Верните мне другую. Да ладно тебе, пацан, не будь крысой, а? Я верну тебе ее в другой раз, приятель. У меня одна осталась. Ах, горе мне, горе. Он украл монету, но я ничего не могу поделать. Наверное, стоит идти дальше. Нет, ну я знал, что такое будет. Ну ладно, он взял две, слушайте, вообще обнаглел. Так, это чтобы пройти к козе, да? Ты куда побежала? Эй! Эй! Коза, подожди! Куда-то несется. Смотри, тут на дереве что-то висит. Что это такое? Все, достигшие возраста 15 лет, обязаны немедленно явиться в ближайшую жандармерию. Это объявление о призыве на службу. Ух ты! Смотрите, сколько тут у него козлов. И коз. Здравствуйте. Я тебе вернул, кстати, козу только что. Эй, мелкий, ты что забыл на вершине горы? Я отправился на поиски счастья. Да ну на, вот это цель. Скажи, если найдешь что-нибудь интересное. Вы присматриваете за этими козами? Мои козу сами за собой присматривают, а я весь день курю и играю на флейте. Ну погоди, разве твои предки о тебе не беспокоятся? Вряд ли, к тому же мой отец ушел на войну. О, это плохо. Почему? Ну, скажем, тебя заставляют туда идти, но я не знаю никого, кто согласился бы, это не самое лучшее место. Ох, а твоя мать, она тебя и не ищет? Мне все равно, я на нее зол. Но, напоследок, она дала мне в путь еды. Ай. Ай. Что с вами? Когда кто-нибудь говорит про еду, у меня болит живот. Весь день провел с козами и совсем забыл взять что-нибудь пожрать. Взял табак и вино, но забыл о самом важном. Ха-ха. И что же это? О еде, конечно. Мне очень жаль, что у вас нет еды, но я не могу с вами поделиться. У меня с умом ее мало. Все, норм, пацан. Легкий голод не смертельный, верно? Блин. Ну что дать? Что дать? Орех ему дать? Ну давай орех ему дадим. На, короче. У меня есть каштановый орех. Можете взять его, если хотите. Не, он не подойдет. Но все равно спасибо. Ясно. Давай тогда дадим тебе хлеб. Хлеб будешь жевать? У меня есть кусок хлеба. Можете взять его, если хотите. Не пойми меня неправильно, пацан. Но один хлеб гоняет меня в тоску. Хотя, если у тебя еще что-нибудь вкусное хлеба, типа сыра. Не дает. Слушайте, у меня все забрали, фактически. На. У меня есть сыр. Можете взять его. Ты уверен? По правде говоря, этот сыр выглядит аппетитно. А я голоден. Постой. Может разделим его из твоего сыра и моего вина. Получится? Неплохой ужин. Хорошо. Вы отдали козапасу немного сыра. И что? Ничего. Мы поужинали. Весьма себе неплохо. Нормально в 10 лет, да? Глаза залил уже. Давай, Ганс, глотни еще вина, мужик. Ладно, кажется, я больше не могу. Да, бедный пацан. Надо довезти тебя до дома. Но сначала последний глоток. Да, в 10 лет, конечно, рановато, наверное, заливаться. Он не маньяк хоть? Куда он тебя тащит? О! Это еще кто? Ганс, это ты был? Та самая ворона. Причем очень огромная. Это, наверное, у него этот... Пьяный сон. Скорее всего. Он встретился с большой, прибольшой вороной. Которая его съела. Хо-хо, очнулся на кладбище. Спасаю душу. Нормуль. Ай, моя голова, должно быть я уснул. Здесь так темно и холодно, нужно возвращаться домой. Нужно просто найти дорогу назад, но здесь так темно, лучше возьму эту свечу с собой. Нет, все-то ничего, а когда меня сохранять-то? Или ворон меня только что сохранил? Спасаю душу, он сказал, да? А, это уже игра. Так, я взял свечу, у меня их две. У меня есть еще орехи и хлеб, и одна монет. Я оказался на кладбище. Это очень старая могила, настолько старая, что я не могу даже прочесть надписи на ней. А это? Это тоже такая же. Нет, я подойду к каждой могиле, естественно. Нормально мы поужинали с пастухом. Куда ж теперь идти? А свеча вечная? Ну, линии я не вижу, наверное, вечная. Тем более у меня их две. О, сундучок. Три. Здесь записка. По пути домой я обнаружил легенду о графе Луконоре. Я не могу идти туда с пустыми руками. Подписано ДФ. Кто-то разбросал сундуки и подсказки вместе. Со свечами. У нас уже три свечи. А зачем три свечи, если они вечные? Наверное, они не вечные тогда получаются. Это что такое? Кровавая река? Это утки? Это утки в кровавой реке. Это что за надпись? Это кровь всех погибших на войне. Понятно? Все-таки нас торкнуло, наверное, немножко. Мы еще, наверное, в этом галлюцинации находимся. Вот что будет, когда на нас кто-то нападет? У меня же нет даже пистолета. Ё-моё! Это место пастуха. Что здесь творится? А вот и пастух. А я мертвый, прикинь. А, это не я мертвый. Это пастуху голову отрубили нафиг. А, должно быть, это страшный сон. Твою дивизию. Эй, пацан, ты в норме? Ты бледный какой-то? Все. Я больше никогда не буду доверять этим козам. И что? Здесь очень страшно. Хочу домой сейчас же. Как его убили просто. Оторвали голову. Куда ж мне идти? Даже маленький козик теперь пугает. Твою. За ногу. Ну все, побежали отсюда. Ничего себе ад. Кромешнейший просто. А это что? А, я пойду домой. По той же дороге. Мальчик по имени Ганс будет повешен на самой высокой башне деревни за уклонение от войны. Так, мне нет пятнадцати. Мне только десять. Вот солодчика. Так, там внизу кто-то был. Сейчас я еще тут посмотрю. Минут. Так, красота просто. Козы отрезали голову пастуху. Я не знаю, как я оказался на кладбище. Эм. Это какой-то клоун или что-то такое? Мне надо, наверное, идти за ним. А вот это то самое место. Здесь мы освободили козленка. Здесь помогли товарищи. Финансово. Что? Что? Ё-моё! Так он за мной бежит. Так и что делать? Шмар какой. Они поллинии меня снесли. Фу. Они идут за мной. Да в баню это все дело. Подожди. Подожди. Что тут написано? Я вижу, как он дышит. У него глаза красные. Беги нафиг. Он сейчас за тобой бежать будет, наверное. Какой ужас. А это что? Еще одна коза спит. Слышите, нам надо пойти взять это яблоко. Взял яблоко, да? Взял яблоко? Интересно, меня сохранять будет вообще в этой игре? Фу. Что тебе надо от меня? А, вот та птица, которая на доме сидела. До заката пташка была гораздо приятнее. Теперь она с красными глазами, прикиньте. Короче, здесь нельзя оставаться на месте. Здесь надо идти куда-то постоянно. Что это за город? Я не знаю. Они идут за мной. Быстро. Фу, я куда-то вбежал. Я слышал уже козы шевелятся. Добрый вечер, милостивый господин. Добро пожаловать. Здравствуй, где это я? Вы находитесь в стенах мрачного замка обители светлейшего графа Луконора. Я не знал, что здесь живет граф. Мой господин всегда сохранял их когнито. Вероятно, вы желаете стать наследником моего господина. Наследником? Мой господин граф Луконор весьма богатый человек. Его влияние и владение простираются на сотни лик. Как бы то ни было, он в глубокой печали. Дни его юности далеко позади, и за все эти годы у него так и не появился сын, который мог бы занять его место. Засим он велел мне найти молодого дворянина, достойного стать его наследником. Вы хотите сказать, что у этого графа Луконора очень много денег, и он ищет кого-нибудь, чтобы их отдать? Именно так. Увидев вас, я сразу понял, что вы пришли за ними. Конечно, я дворянин из далекого королевства. Дурачок. Я приехал, чтобы унаследовать состояние графа. Отведите меня к нему. Пожалуйста. Я восхищен вашим рвением, милейший, но прежде чем я отведу вас к моему господину, я должен убедиться, что вы соответствуете статусу наследника. Мы бы не хотели, чтобы им стал мелкий вельможа, вор или оборванец, понимаете? Упс. Поэтому вам придется пройти простое испытание. Вам нужно лишь угадать мое имя. Может ты и есть, Луконор? Что вы сказали? У вас будет целая ночь, чтобы угадать мое имя. Если у вас получится, то я лично отведу вас к моему господину, светлейшему графу, Луконору. Да вы что? Желаю вам удачи в испытании, милейший. А теперь, если позволите, я должен вас покинуть. Невероятно, если я угадаю его имя, то стану богатым. Да, станешь ты богатым. Назад можно? Стена заделана, мне не выйти. Ну все, я попал. Хотел приключение? Получай его. Получай. Ну что, продолжается ад, да? Хе-хе-хе. Где это? Что это такое? Направо можно сходить? Налево тут что? Не знаю, какой-то замок. Эта дверь заперта. Эта дверь, наверное, тоже заперта, да? И эта дверь тоже заперта. Опа! Под столом можно прятаться. Да, здесь будет весело. И эта дверь заперта. Так, а как я быстро могу залезть под стол, ладно? А что я взял? Что-то взял. А что я взял? Ничего не взял. Куда-то выход. И эта дверь заперта. А вот еще вход куда-то. Куда это? Эта дверь заперта. Что-то нам тут придется побродить. Какое-то время. А он мужик сидит, который мой деньги дал. Подожди. А что было сверху за лестнице? А ну-а-ну. Что это за лестнице? Второй этаж. Ладно, я понял. Чувствую, у меня есть ночь, чтобы угадать его имя, да? Хорошо, пошли побеседуем, с кем можем побеседовать. Может, нам что-то расскажут. Здравствуйте, ребята. Ух ты, в фонтане полно монет. На твоем месте я бы не стал брать эти монеты. Я видел, как ворон убивает здоровых двухметровых воинов, лишь клюнув. Это тот самый ворон. И правда, ворон выглядит злобным. И что? Оставь золото, спаси душу. Что? Он просит у тебя монету, пацан. Если ты бросишь монету в фонтан, он спасет твою душу. Спасет мою душу? Но от чего? От смерти. Да? Привет, мужик. Эй, пацан, что ты здесь делаешь? Я пришел наследовать состояние графа. Вы, случайно, не знаете, как зовут синего духа? Ха! Я прибыл сюда только для продажи моих товаров несчастным душам, осмелившимся войти в этот замок. Смысль? Ищи ответ самостоятельно, поскольку мы уже встречались. Я могу дать тебе этот ключ. Вы взяли головой ключ. Я никогда прежде не видел ключ такого цвета. Он над... От чего? Вот, как должно быть, ты слегка озадачен. Ты не замечал флагов над дверьми? Эээ, нет. Если четыре цвета, голубой, зеленый, красный и золотой есть, каждый цвет соответствует цвету ключа, необходимому для двери. Ладно, теперь, когда у меня есть голубой ключ, я могу приступить к поискам. Большое спасибо. Постой, пацан, не гони лошадей. Разве ты не хочешь взглянуть на мои товары? Они будут тебе... Могут пригодиться. Ладно, что вы продаете. В первую очередь золотой ключ. С ним ты сможешь посетить комнату наверху. Он обойдется тебе в 10 золотых монет. Слушай, я тебе две монеты отдал просто так. Затем буквы из имени духа. Они обойдутся тебе в 5 золотых монет. И, наконец, у меня есть кукуруза. Горсть обойдется тебе в 3 золотых монеты. Кстати, поскольку при встрече ты мне помог, я хочу отдать тебе одну из букв. Теперь маквиты. Буква Л. Большое спасибо. Так, у меня есть буква Л. То есть мне нужна эта буква из имени духа, которую мне дал купец, чтобы составить имя, да? Вот видите, все-таки не зря ему помог. Так, хорошо. А что это дает мне? Это кукуруза. Она стоит 3 монеты. Если я захочу ее купить, сначала придется достать монет. Ну да, у меня всего одна монета. Это ключ. Золотой ключ. Но он стоит 10 монет. Если я захочу его купить, сначала нужно будет достать монет. Что тут слева-справа? А, слева-справа нам бродить по этому замку. Понятно, это наш оазис. А это что такое? Если я захочу спасти свою душу, нужно бросить монету. Это что такое? 1, 2, 7, 7, 4, 5. Нет, 1 нету здесь. Что это такое вообще? А он сундук какой-то. Можно в него залезть. Не открывается. На замке комбинация из трех цифр. Интересно. Весьма интересно. В общем, ясно. В общем, ясно. Нам теперь надо выходить в замок. И я думаю, здесь будут какие-то демоны бродить по этому замку. А спасти душу, это что ли сохранение, да, получается? Сейв, правильно. Сейв ю сол. Ну давайте попробуем бросить монетку. Я все-таки далеко зашел. Будет печальность. Я еще не знаю, где меня сохранили. Тут нет сохранения. Загрузить душу можно. Ну давайте бросим. Прощаем, по-моему, мою монетку. Вообще, надо, конечно, играть без перерыва. Вот начал. И почесал с самого этого. Ну давай попробуем. Здравствуй, господин ворон. Вот золотая монетка. Пожалуйста, спасти мою душу. Выводы из золотой монеты ворону. Спасай душу. Понятно. Первое спасение было бесплатное. Не заметил ничего необычного. Но буду надеяться, что сработало. Что бы это ни было. Все, я понял, как это работает. Сначала у меня на кладбище спас. Если я сейчас бы умер, то я бы появился опять на кладбище. Мне бы пришлось сюда бежать. Прикидывайте. Ну а так у меня есть. А что там написано? Переноси источник света для освещения темных мест. Ну ладно, сейв есть. Не знаю, последствия какие. Если я умру. Я появлюсь просто возле фонтана. Да, получается? О! Здрасте. Прошу прощения, сэр. Полагаю, вы раздобыли, по крайней мере, одну из букв моего имени. Проследуйте за мной. Я должен показать вам кое-что, что стоит знать. Ладно. Вон дырка появилась. Полагаю, что вы обнаружили одну из букв непосредственно в замке. Прав? Да, вы правы. Для чего не? Эти буквы сокрыты в покоях. Они понадобятся вам для того, чтобы собрать мое имя. Как это? Каждая буква, которую вам довелось обнаружить, появится в этой комнате. Обнаружите достаточное количество букв, сможете собрать мое имя. Я вижу восемь пометок на полу. Это значит, что ваше имя состоит из восьми букв, правильно? Как же вы проницательны, милейший. Из-за семьи я настоятельно призываю вас искать буквы. Когда вы соберете все восемь, я позову вас в эту комнату. Желаю вам удачи, господин. Значит, я должен сосредоточиться на поиске восьми букв. Но одна у меня уже есть. Ну да, я могу ее двигать в любом направлении. За занавесками находится дверь, но она заперта. Угу. Ну теперь я могу сюда заходить, да, в любое время. Вот здесь и канализация открылась. Что это значит? Не знаю. Куда-то ползем. В сундуку. Это что такое? Я не чванливый, но заберу его. Вы взяли зеркальце. Зачем оно? Зачем нам зеркальце? Ручное зеркало. Вы взяли кусок хлеба, да, не помешает. Здоровье здесь не восстанавливается. Орешками перекусил и все. И делай, что хочешь дальше. Как мне бы монетки найти, чтобы душу спасти? А это что лежит? Ничего. Что-то блокирует выход с другой стороны. Ладно. Он, к сожалению, не очень быстрый. Если бы он был чуть-чуть побыстрее, нас бы ни один... Ни одна казап не догнала бы. А что там блокирует? А, вот эти двери я могу открывать, да, получается? Да. Не знаю, радоваться этому или нет. Так, тут сакабан самый настоящий, смотрите. Задвигаем. Проходим дальше. Задвинешь что-то лишнее? Не проходишь дальше. Счет три свечи. Тут записка, они написаны. Эти ящики волшебные. Если их сдвинуть, можно открыть выход из комнаты. Если вы снова войдете сюда, они вернутся на свое первоначальное место. А, понял. Тут записка, эти ящики волшебные. Я понял, все-все. То есть, я выйду с этой комнаты, и все вернется на свои места. Да, эта дверь заперта, потому что мне нужен зеленый ключ. Там есть рубильник, чтобы он значил. Я не знаю. Блин, там есть проход, по-моему, да? Нет, можно этот задвинуть свободно. Он нам не мешает. Этот можно выдвинуть. По-моему, я себя закрыл. Красавчик. Так. А что же там делать, если я себя закрыл? Эм. Отсюда. А так к большому сундуку надо подойти, да? Да, я открыл мост. А как же мне туда залезть? Да никак ты уже туда не залезешь. Хе-хе. А нет, залезу. Нормально. Нормально, толкай. Там же есть тупик. Хотя там был проход. Там был еще один, зараза, сундук. Ладно. В принципе, большой и выгодней. Буква А. А, с отличностью, по всему, это одна из букв имени Духа. Пусто. Хорошо, а как мне к этому сундуку залезть? Надо было его двигать вверх. А два я ж не могу двигать, да? Слушайте, а я ж вообще не... А я теперь вообще не могу... Нет, могу выйти спокойно. Тут еще, кстати, есть... Надо не забывать, что есть еще одна дверь с зеленым ключом. Ну да, здесь... Это яма? Это смерть? Нет. А держать их я не могу. Нет, я только могу двигать ящики. Давайте зайдем, выйдем. Мне нужен тот сундук, может там монетка есть. Да, все возвращается на круги своя. И нам надо думать, как нам вытащить тот ящик. Ну просто без монетки я не смогу игру сохранить и выйти. Из нее. Так, этот не трогай, потому что ты тогда все... Все накроется медным тазом. Как, собственно, и здесь сейчас. Ну да, ты и здесь теперь не пройдешь. Вот зараза, как же что-то выдвинуть? Аккуратно. Не понял вообще нифига. А как же эту задвинуть? Наш мешает. А, подожди. Ее надо выдвинуть. А, в принципе, мы открыли уже все. Можно задвигать. Там-то мы открыли, правильно? Правильно. Поэтому вот так подходим и к сундуку. Все ясно. Монетку дайте. Вы взяли две золотых монетки. Просто шикарно. Тут письмо. Тот странный дух хочет, чтобы я угадал его имя. Видимо, в каждой комнате спрятана буква. Мне нужно обыскать замок, чтобы найти их все. Проблема лишь в том, что мне придется собрать их в правильном порядке, чтобы получилось нужное имя. Подписано ДФ. Так, две золотые монетки очень важны. Мы можем теперь сохраниться. Хотя здесь было не очень сложно. Это была первая комната, поэтому и не очень сложно. Но не мешало бы. А я здесь был? Буква А. Да, метка появилась. Но там еще зеленый ключ. Я тут был? Был, да. Правильно, это же та же канализация. Да, та же канализация. Там все закрыто. Какая занимательная игрушка. Так, тут буква... Там кто-то внизу есть. Здравствуйте. Мадам. Вам можно доверять? Привет. А, Джулия. А. Умоляю, не убивай меня. Ты чудище, прикинувшись мальчиком. Я не чудище, я мальчик. Самый обыкновенный мальчик. Фух, тогда ладно. Ужас какой. Я не слышала, как ты подошел. Тихо ходишь, однако. Прошу прощения, меня зовут Джулия. Ну ты даешь, блин. А меня Ганс. Что ты делаешь в этом замке, Ганс? Я пришел наследовать состояние графа Луконора. Хм, я тоже. Ты уже пытаешься узнать имя духа. Ты про истинное существо? Ну нет, я сама по себе. Не собираюсь становиться графиней. Просто хочу забрать сокровища. А-а-а. А я ведь охотница за сокровищами, как ни крути. Кто-кто? Я путешествую из города в город, собираю информацию о сокровищах. Это непростая работа. Есть множество опасностей. Злобные семиглазые чудища. Угольные черные адские твари. Кровавые щадия. Жуткие проклятия. Зверские ловушки. Вырывающие твои кишки. Поэтому я должна быть очень осторожна. Ух ты. Я тоже хочу быть охотником за сокровищами. И отправиться в приключения сражаться с чудищами. Я могу дать тебе несколько советов, если хочешь. Давай. Я хочу у тебя учиться. Ладно. У меня для тебя подарок. Это самый важный инструмент для охотника за сокровищами. Вы взяли 10 свечей. Да их у меня уже 16. Свечи? Я думал, что ты дашь мне меч или что-то, чем можно сражаться с чудищами. Какая досада. Охотники за сокровищами не воины, не солдаты. Мы не сражаемся. Мы не опрометчивы. Мы рассудительны. Хороший охотник за сокровищами получает большую добычу с минимальными рисками. Хм, кажется я понимаю, но зачем мне так много свечей? Лучше бы денег дало. Я их с одной и все прекрасно вижу. Тебе придется пробыть в замке долгое время. Только представь, возвращаешься, а тут чудище в углу в кормешной тьме. Держа свечу в руке, ты вряд ли заметишь его, покуда оно не попытается схватить тебя. Но осветив площадь заранее, ты заметишь его издалека. Можешь ставить свечи где хочешь. Но если я их так оставлю, они не погаснут? Они могут гореть много дней. Не беспокойся об этом. Где поставишь, там и будет стоять. Своебразный ориентир. Убедишься на практике. Ладно. Видишь этот коридор с кучей дверей? Пройдись и поставь пять свечей, где тебе нравится. Только не располагай их рядом, иначе потратишь впустую. Хорошо. Тебе можно доверять вообще? Лучшее оружие охотника за сокровищами это знание местности. Не забывай оставлять свечи на вашем пути. Ты про этот коридор? Или про какой ты коридор? Я не пойму, какой ты коридор мне сказал. А, про этот коридор. А тот тут рядом стоит, что ли? Теперь всегда будешь стоять? Нет, ее уже нет. Ну ладно, давай. А как поставить свечу? Ну давай здесь поставим свечу. Вот почему их много. Я думаю, зачем она нужна? Ты что сделал? А, вот. А теперь могу подобрать, да, ее? Да, вполне. Они вечные, по идее. Ну давай здесь поставим. Ну давай, да, на перекрестке поставим одну свечу. Вторую поставим здесь. Ну так светлее будет, конечно. Правда, все так же страшно. То есть, я смогу монстра увидеть, да, если он на меня нападет? О, еще одна дверь синяя. Тут нарисовано четыре смеющихся человека, стоящих рядом с огромным кладом. Картина называется «Четыре короля». А, это возможность спрятаться. Да, нас тут будет... Вы взяли еще три свечи. С комода, да? Ну ладно, пусть будет так. Ну что, зайдем сюда? Тут кровяка. Это не шипы отсюда вылазят, случайно? Судя по дяде, да. Тут же ж не надо ставить свечи. О, что-то зажег тут. Дара не такая уж и большая. Я бы мог соорудить мост, чтобы добраться до сандука. Будьте у меня под рукой доска. Сейчас будем искать. Мы взяли еще кусочек хлеба. Еда здорово помогает восстанавливать силы. Мне лишь нужно открыть свой инвентарь и съесть ее. Однако не стоит растрачивать ее попусту. Какая-то пища восстанавливает больше сил, чем другая. Короче, это, по-моему, шипы и там кровь. А где мне доску взять-то? Видите, я нашел вот что. Вы взяли одну золотую монету. И взял еще букву И. Ух ты, одна из букв имени духа. Хорошо. Так, я уже нашел две буквы. И мне, наверное, лучше пойти сохраниться. Потому что заново придется обходить все комнаты. Ну и будем ждать, когда доска появится. Тогда мы перейдем. Но доски у меня, по-моему, нет, да? Но есть зеркальце, а доски явно нет. Так, аккуратно, не попади в шипы. Я думаю, это шипы. Но пробовать не буду. Тут здоровье... К сожалению, не восстанавливается. Как хотелось бы. Ну, в принципе, тут выход недалеко. Зачем тут свечи ставить, да? Ну ладно, пошли вниз, посмотрим еще. Правда, за эти монеты, которые сэкономлю, можно купить. Там у них что-то можно купить. Очень аккуратно. Ставь тут. Это зеленый. Я бы зеленый ключ бы еще найти бы. Это я в фонтан выйду сейчас, да? Ё-моё, это что еще такое? А, это бабка, которая палку отдала. Это какой-то голый мальчик. Минуту. Красная дверь. А это куда выход? Еще одна канализация. Это красная дверь. А ну давай на углах ставить. Не знаю, ставить не ставить. Ладно, если что, потом соберем. Да, можно здесь отсидеться. А это куда вход? А, ну тут все связано, да? Мы по кругу ходим. Здесь я пробегал, да? Когда нас будут мочить. Кстати, я еще одну дверь нашел. А нас будут мочить. Давай еще попробуем. Не знаю, у меня есть три хлеба. Давай, наверное, съедим. А что у меня еще есть? Три буквы. Ну ладно, будут нападать, тогда уже будем есть по ходу дела. Подожги. Сундук за решеткой. А кто-то есть. Мясо какое-то. Ох, сейчас за мной будет бегать здесь. Как это открыть? Решетка не дает мне добраться до сундука. Рядом должен быть какой-то механизм, который бы ее убрал. Ну тут что-то... Есть. А, лестница кусок. Лестница сломана. Не дотянуться. Ага. В общем, мне нужны какие-то инструменты, да? Синий ключ у меня есть. Инструменты какие-то нужны. Чтобы добраться до механизма. А ну сюда, чтобы залезть. Опять же, нужна либо доска, либо палка какая-то. Либо я не знаю что. Так, здесь подсветим. То есть будет... Хотя тут... По-моему, свечу оставлял. Ну что, нам с вами на второй этаж надо ползти. За дос... За досками или еще зачем-то? Ладно, пошли поговорим с этим... Бабушкой и голым мальчиком. А потом уже будет все тогда... Все остальное прояснится. Три буквы мы нашли. Надо, наверное, сохраниться. Золотой ключ, кстати. Нам его по-любому купить надо будет. Здрасте. Подожди, бабку я знаю точно. Я трость дал. Здравствуй, юноши. Здравствуйте, дамочка. Что вы здесь делаете? Замок находится на пути в деревню. И порой мы останавливаемся здесь, дабы переждать ночь. Это место очень нравится моему сыну. А что он у вас ест? Вашему сыну? Помнишь свина, который шел со мной? На самом деле, это мой сын Рулька. За заклинание обратил его сына много лет назад. Этот дурень пытался приударить за ведьмой. Ты ведь проходишь испытание графа, я права. Тогда возьми, пожалуйста, этот зеленый ключ. Опа. Он тебе понадобится, чтобы открыть больше дверей в замке. Ну, это уже, конечно, развязывает мне руки. Я хочу благодарить тебя за то, что ты отдал мне свою первоклассную трость. У тебя есть подарок для тебя. У меня есть, вернее. Это волшебное кольцо. Увели кольцо. Хм, большое спасибо. Оно очень старое и принадлежало невероятно могущественной ведьме. Это кольцо способно выявлять фальш и ложь. Если ты достанешь его рядом с фальшивым предметом, тот начнет светиться красным. Да вы что? Интересно, дамочка, вы не знаете, как зовут синего духа? Вишь ты. Если бы я знал, то поговорю, что его можно разгадать, воспользовавшись картой фонтана. А, карта есть, да. Понял. Здорово, пацан. Здорово, чувак. Хрю, меня зовут Рулька. Какой парень-то красивый. Привет, я Ганс. Не смотри на меня так. Я обычный человек. Хрю, злая ведьма, обратила меня в свина. Возвращаясь в замок, я вновь обретаю человеческое обличье. Думаю, я мог бы стать отличным графом Луконором, а? Хм, ну может быть. Я пытаюсь разгадать имя духа. Ты уже встречал его? Синеватое существо, конечно. Он мой друг. Но я не знаю его имени, никто не знает. Однако скажу тебе, что все буквы в замке поддельные. Поддельные? Да, это все уловка. Хрю, без шансов. Тут никак не победить. Ха-ха. Когда я стану новым графом Луконором, все в замке будут голыми и уродливыми. Понял. Заглядывай сюда почаще, снова. Здесь в садах никогда не соскучишься. Ну что делать? Одна из комнат наверху принадлежит духу. При помощи золотого ключа можно на него зайти и порыскать. Да, а то он стоит дофига. Так, а что ж карта мне тут может рассказать? Четыре, пять, семь, семь. И что это такое? Как мне по ней ориентироваться? Ладно, друзья. Давайте на этом закончим. Сейчас я брошу монетку. Я хочу спасти свою душу, но нужно бросить монетку. У меня, правда, их три. Конечно, желательно пореже сохраняться. На это и расчет. Ну а что делать? Мигрушка надо заканчивать. Будем больше бродить. У нас есть зеленый ключ. В следующей серии будем открывать зеленые двери. Плюс два, две комнаты есть синего ключа, где нужна одна доска. И... И починить лестницу. Смотрим. Здравствуй, господин ворон. Вот золотая монета. Пожалуйста, спаси мою душу. Вы отдали монету ворону. Ну и отлично. Спасаю душу. Все. Можно выходить с своей игры. Я надеюсь, да? Ладно сейчас не нажать еще раз. Спасти душу. Иначе нам это... Радости не принесет. Ну все тогда, друзья. На этом закончим. Весьма-таки увлекающая игра. Даже интересно, что там будет дальше. За зелеными дверьми. Синими. Красными. То есть красный ключ мне даст еще один персонаж, который сюда придет, да? Ну посмотрим, посмотрим. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шедер Игровые Меры. До новых серий. Брафи Луканоре. Пока.